Ну что, всем огромный-огромный привет! Меня зовут Николай, я рад приветствовать вас у себя на YouTube-канале. Канал, который посвящен парфюмерии не только. Всем моим горячий и пламенный привет! Если вы чисто случайно все забыли, то подпишитесь. У меня здесь бывает весело, интересно и немножечко познавательно. Сегодня я хочу показать вам небольшой распакой. Мы сегодня с вами вскроем коробочку от дистрибьютора, на секундочку. Вот, я покажу еще одну работу, которую мне презентовали, и еще одну работу, которую мне презентовали. Поэтому не будем затягивать, берите с собой что-нибудь, поесть, попить, ложитесь, садитесь, смотрите, слушайте, записывайте. Вдруг вы для себя что-то интересное подчеркнете. Ну что, давайте начнем с хорошего, с приятного. Мне не так часто пишут дистрибьюторы, по большей части мне пишут всякие бренды, которые клепают копии. Я от этого сразу отказываюсь, я говорю, что это не мой контент, я этим точно пользоваться не буду. Все вот это вот номерная история по мотивам, но это не мой контент. Вот, я не хочу обманывать своего зрителя, и поэтому рекламировать вас, ну не рекламировать, да, это бар, там на самом деле, по большей части нам не платят бренды, нам не платят магазины, кто бы что-то мне говорил. Ну, в общем, вот, я отказываюсь. Приходят всякие левые, еще там реклама, чего только угодно, я говорю, мой канал про парфюмерию, я не хочу рекламировать здесь ни какие-нибудь вот эти вот онлайн казино, какие-нибудь фитнес эти, ну, посмотрите на меня. Где я, где фитнес? Боже, о чем вы говорите? Я жираю целый торт на ночь, и какой фитнес может быть? Но я стараюсь, стараюсь держать себя в форме, да, я знаю, что уже многие заметили, пишут комплименты. Так, в общем, девочки, мальчики, не жрите, самое главное, ни одна зарядка, ни одна физкультура вам не поможет, вам поможет только посадить свой рот и язык на замок. В общем, чем меньше жрете, тем вы быстрее худеете. Вот, все, что нужно знать про тему снижения веса. Ну что, дистрибьюторы, кто мне написал? Мне, не знаю, я работал-работал, и вдруг мне пишет замечательный человек, давайте так скажем, не буду говорить имя, фамилию, меня об этом никто не просил. В общем, Николай, здравствуйте, я вот смотрела вас, нашла, тут чисто случайно глистала, бродила, не хотели бы с нами посотрудничать. Я говорю, а вы кто? А она такая, ну вот я вот это, вот это, вот такой-то, такой-то бренд, вы что-нибудь о нас знаете? Я говорю, конечно, я знаю. И она мне пишет, в общем, давайте договоримся о том, что я вам пришлю два набора наших ароматов в виде сэмплов, и вы выберете что-нибудь на обзор из того, что вам понравится. Если не понравится, ну, как говорится, не надо. Я такой, стоять, я знаю все про ваши бренды, я могу вам целую лекцию рассказать и посвятить, я знаю и один, и другой ваш бренд, поэтому присылайте мне вот это, вот это, вот это, что вы захотите, да, я там целый список наклепал. И присылайте, в случае чего, ваши сэмплы, вдруг вам будет интересно, я сделаю тотальный обзор, например, с Анжелкой, да, снимем что-нибудь, обозрем, почему нет, когда да. Так, в общем, на коробочке что написано, собственно, это дистрибьютор и дистрибьютор люкс парфюм, общество с ограниченной ответственностью. Я посмотрел, полистал, да, такое, кстати, есть, представляют бренд Mint и Sly Jones Lab. Это такой вот бренд с лисичкой, но когда я был в Питере, я в своем телеграм-канале постил о том, что мне понравился один аромат, собственно, я его и взял. Заранее вскрыл, но ничего не вскрывал, просто посмотрел на полнение, честно, не вру. Сейчас вместе с вами это все дело сделаем. Я люблю шуршать, вы любите смотреть, как я шуршу, поэтому погнали. Две замечательные коробусики, вот такие милейшие, да, я думал, что это же трехос Валберис, нет, а это, знаете что, это дата рождения бренда, 2022 Sly Jones Lab. Sly, это хитрый, Sly Jones Lab, хитрый лаборатория Джонса, наверное, да, но тут лисичка. Хитрый лисичка, давайте будем называть бренд, хитрый лисичка. И второй коробус у нас от бренда m.int, ну, Mint по-русски. Кто только-только начинает смотреть парфюмерные каналы, кто только-только начал знакомиться с миром парфюмерии, бренд Мин, кстати, очень немолодой, давайте так скажем, потому что он появился еще тогда, когда я только начал знакомиться с миром парфюмерии. Эти ароматы были представлены практически везде, они стояли практически везде, про них много кто-чего писал. У меня даже в свое время было два флакона, Vibration Sand и что-то там про арбуз, Waterfall, ну, в общем, какой-то водопад с арбузом. Очень классная работа, класснющая оформление, я сейчас вам его покажу, потому что я уже вижу, что здесь есть флакончик этого бренда. И скроем, посмотрим, что у нас здесь находится в этом сэмпл-сете. Не знаю, сколько там ароматов, не знаю, чего и как. В общем, я так понимаю, это транспортабельная, транспортировочная коробка и здесь еще вот этот самый хитрый лис. Все, больше ничего нет, денег никто не положил, а жаль. Хотелось бы, я шучу на самом деле. Ну что, с чего начнем? Давайте начнем, наверное, с хитрого лиса Джона, да, с его вот этой лаборатории. Эти ароматы точно представлены на сайте парфюмери-косметики randellu.ru. Вот, эти ароматы представлены точно в сетях магазинов Le Toile повсеместно. Я видел их и в Питере, я видел их и в Самаре, кстати, я видел их и в Москве. В общем, там, по-моему, немного ароматов, 5-6, но они все представлены. Я все перенюхал и вот мне прям мой нос защекотал вот этот вот аромат. Так, как это скрывать? Здесь вот такая вот штучка. Парфюмерная вода, 100 мл, изготовитель M.Int, Италия, Милан. Ну, в общем, вот, получается, что у нас бренд M.Int, да, вот кто производит их парфюмерию, еще сделал себе дочерний бренд. Почему нет, когда да. Чем хороши эти работы? Ну, во-первых, тем, что они стоят не 100 тысяч, а 500 миллионов рублей. Ура! Окей, я справился. Да, это составило много труда, но я справился. Взял, наконец-то, нож и отковырял. Ну, давайте вскроем, как это выглядит и посмотрим. Так, оформление, ну, красивое, ну, что уж тут говорить, такая туба, она металлическая, какая-то пластиковая, бумажная. И здесь еще крышка в виде пробкового дерева, да, вот такая вот штучка, милейший, милейший тубис, 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 тубис. Боже, работы меня даже в выходные дни не оставляет. Вот, и внутри вот так вот крафтово все завернуто, красиво. Не жалели бумагу тишью. И давайте достанем, собственно, флакончик. Оставлю пригодиться. Вот так вот выглядит флакон данного бренда. Если будете на просторах магазинов Литуаль, посмотрите, попробуйте, потестите крышечка из пробкового дерева. Ну, что, давайте затестим. Я взял аромат себе индийской травы. Ну, собственно, понятно, почему я его себе взял. Отсылка к траве здесь не просто так. Так, холостые были, все хорошо. Да, это оно. Это оно. Это для всех тех, кто еще не устал от удово-мариванной истории, кто не устал от дыма, от травы, от легких специй, деревяшек. Да, история, которая имеет множество, да, откликов от более популярных работ, но, тем не менее, это мне понравилось, потому что это на мне в Питере жило целый день. Шлифило, мама, не горюй. Когда будет полноценное видео, я обязательно расскажу поподробнее, но так неплохо. Всем тем, кто ищет удик, кто ищет странные таких тоневые звучания, да, влажные, дымные, интересные, землистые, обязательно посмотреть, попробовать и потестить. Мне нравится концентрация FD Parfum. Флакончики прям милейшие, жидкость прозрачная, хорошая такая ровная трубочка. Ну, в профиле в анфас все замечательно. Мне нравится, по крайней мере, по первому, по второму уже занюху получается. Разношу, потом приду. И вот сейчас вот моя нелюбимая нотка, но она здесь тоже обыграна очень интересно. Нотка чуть-чуть такой плесневелой земли, либо листвы. Вот такая же нотка в Кристиан Каванье Мурис Империаль. Если что, кто за мной следит, тот понимает, о чем я говорю. Говорит, говорю. Ну что, давайте вскроем, собственно, сэмпл сет, да, что там нам положили. Мы сейчас вместе с вами посмотрим. Возможно, у нас будет тотальный полноценный затез, потому что здесь все ароматики бренда. Они вот в таких вот милейших зип-пакетах. Все очень благородно. Каждый аромат в отдельном зип-пакетике. Раз, два, три, четыре, пять. Собственно, шестой аромат у меня здесь. Так что у меня есть полная антология бренда Sly Jones Lab. Хитрого лиса. Ну, в общем, приду и потом вам все расскажу. Как оно хорошо, либо нет. Но я вот в 100% вероятности говорю, что если наши с вами вкусы совпадают, вы любите всякую такую странинку, чертовщинку, интересно, необычное, не банальное звучание, то вот именно индийская трава вам должна как нельзя лучше приглянуться. И обязательно протестите ее на себе, поносите. Возможно, оно вам надо. Но она правда хорошая. Она странная, конечно, это не для всех. Вообще туфли не для каждой и не для каждого, но имеет место быть. Хорошечно. Ну что, давайте идем дальше. Дальше у нас второй коробузь. Пупырика, спасибо большое. Все пригодится в хозяйстве. Да, это транспортировочная коробка. Бренд Mint. И композиция под названием Azure Heist. Концентрация LDP 70 мл. Кто не знает, как выглядят флаконы и коробки Mint, я вам сейчас все покажу, расскажу. Это просто шокус шикардос. Это вот такая вот коробузька. Плотная. Тут у нас картон. На задней стороне все этикеточки, всякие знаки, какие-то кодики. То же самое. Все сделано в Милане. Дорого-богато. Покупайте, берите. На нижней стороне все то же самое. Коробочка у нас имеет пьедестал, насколько я помню и знаю, по тому аромату, который у меня был в коробке и упаковке. И сейчас мы с вами достанем вот этот вот Heist Azure. Дым, да, какой-нибудь туман, наверное. Вот так вот. Это еще не все. Подождите. Да, это выглядит очень интересно. Очень, очень интересно. Доставайся. Очень туго. Все прям подогнано. И вот таким вот образом выглядит флакончик. Как им пользоваться? Возможно, кто-то скажет. Это на самом деле защитный кейс. Здесь у нас тоже есть защитная такая штучка, которую нужно провернуть. И она открывается. Во. Это, кстати, магнит, если что. Поняли, да? Ну, просто фэшн из моя профэшн. И внутри вот такой вот, ну, в простонародье его называют чулок, либо носочек, потому что это ткань. А по ткани у нас находится сам флакончик. Здесь вот такая вот защитная клипса, которую вот эти вот холиастики у нас держат. Про что у нас Azure Heist? Я с этой композиции знаком. Она у меня давным-давно лежала в виш-листе. Но, видите, все делается не просто так. И мне, собственно, написали дистрибьюторы этого парфюмерного дома и прислали мне вот этот флакончик. Да, это оно. Композиции Mint это для тех, кто хочет максимально аристократичное звучание. Максимально тонкое, максимально политкорректное. Но при этом это все стойко, громко, интересно. Просто они не убивают своим звучанием. Здесь максимально правильная дозировка компонентов. Это носится красиво. Это никого не будет от вас отгонять. Никого не от вас не будет шарахать. Хорошо. Чем же пахнет вот этот вот самый Heist Azure? Да, собственно, пахнет это чаем. Это пахнет фруктами. И это пахнет замшей. Да, это то, что я себе, собственно, хотел. Я хотел себе какую-нибудь чайно-фруктовую замшевую историю. Но, чтобы вы понимали, фрукты здесь, они очень легкие. Они очень какие-то вот молекулярные, мягкие, мускусные. Но это красиво. Композиция действительно в духе моей любимой работы этого бренда. Vibration Scent. Scent, по-моему. Ну, что-то такое. Подпишу, вставлю картиночку. Там просто была история про розовый перец и про большое количество мускусных каких-то компонентов. Это было настолько приятно. Это было настолько необычно. что вот здесь вот, в принципе, есть отголоски вот этого самого мускуса. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Слушайте. Вот это, конечно, история для большинства. Потому что это действительно напоносить, напоносить. И, возможно, удивлять, как-то впечатлять. Где с ними познакомиться? Я знаю, что они точно стоят у нас в ЦУМе в Москве. И стоят в некоторых магазинах сетей LITUAL. Не знаю, есть ли в интернет-магазинах, но если что, посмотрите. Работы достойны. Но сперва их нужно протестить. Потому что это звучание не современное абсолютно. Да, оно сделано из современных компонентов, из качественных, из дорогих. Но здесь звучание прям такое какое-то слегка космическое, холодное, отстраненное. Вот, то есть, для тех людей, которые хотят получить кайф и какой-то новый экспириенс от мира парфюмерии. Хорошо. Да. Замша с чаем. Слушайте. Очень мягко. Очень красиво. Очень. Какая-то даже какая-то холодная ментоловая нотка проскакивает. Ну, слушайте. Я говорю да. Я говорю этой работе да. И потом расскажу. Скроем sample set. Здесь, кстати, что-то написано. Which triggers emotions. Переведете, англичане. Все красиво. Люблю, когда красиво. Когда некрасиво, тоже, конечно, люблю. Но когда красиво, люблю я больше. Так. Сколько здесь у нас работ? Потому что у бренда прям какое-то бесчисленное количество их парфюмерных работ. Но здесь поболее. Здесь очень много. Все то же самое. Zip пакетики внутри. Ароматы. И что-то здесь еще. Слушайте. А здесь вот, собственно, все ароматики, наверное, кроме новинок. Потому что новинки вышли в 2024 году. Я знаю, что с маркировкой, со всеми этими делами уходят до полугода. Поэтому не сомневаюсь, что мне здесь их положили. Но, соответственно, есть и Azure Haze. Это мандарин, гуава, кориандр, шафран, чай мате, замша, дубовый мух и мускус. Ну, в принципе, все, что назвали, можно как-то себе пофантазировать хорошо. Так. Что здесь мне положили? Не знаю. Какой-то джокинг. Первый раз вижу. Мистик. Вот это хотел попробовать. Короче, просто пересчитаю. Потом к вам вернусь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И десятое в полноценном флаконе. В общем, десять ароматов у нас с вами тоже будет на обзоре. Пахнет замшей. Что-то там с каким-то арбузно-дынным акцентом. В общем, интереснейший. Интереснейший. Я заинтригован. Ну, в общем, это вот то, что мне прислали дистрибьюторы. Большое спасибо. Все как сниму. Потом своим любимым зрителям, которые сейчас меня смотрят, покажу и расскажу. Но мне уже нравится. Мне уже нравится. Замша стала еще громче. Вот замша как будто действительно хорошая дорогая обувь. Либо куртка, либо перчатки, либо сумка. Слушайте, да. С чайной ноткой. С очень приятным, мягким, не выедающим нос рецепторы шафраном. И вот какая тут фруктовая интересная нотка. С мускусом это все разбавляет. Очень интересно. Очень неизбито. И не банально. На что похоже, я вам не скажу. Я не встречал такого профиля в мире парфюмерии. Про индийскую траву. Про индийскую траву. Здесь мускусы, мариванны, дым от косячков, удик и деревяшки. С очень вот этой интересной, какой-то вот ферментированной зеленью, либо травой на земле. Интересно. Я такое люблю. Я вот такую странь и срань обожаю, люблю. В общем, хорошо идем знакомиться. Ну что, что еще у меня было в подарочках? Я вам сейчас покажу. Равомат от бренда. Бренд, который перестал существовать. На самом деле он просто поменял название. Он поменял упаковку. Он поменял то, как он сейчас выглядит. Перестал стоить в три раза дороже. Поэтому, ну вот, хотят они так. Это бренд Барь Орлов в Париж. И композиция под названием Empower You. Эту работу мне подарил мой подписчик, хороший знакомый, друг Родион. Большое ему спасибо. Сказал, мне не надо, забирай. Ну, как бы, ну дают, когда на халяву, что не брать. Я знаком с этим брендом. Не скажу, что я люблю, как бы, работы этого бренда. Там есть, конечно, три аромата, которые я бы хотел себе приобрести. Но, возможно, когда-нибудь это сделаю, когда цена на них упадет. Они просто за копейки будут их продавать. Они, кстати, есть на рандеву. Относительно недорого стоят. Про что это работаем? Повар Ю. Если вы будете знакомиться, тестить, нюхать, не делайте скоропалительных решений. Потому что в старте это пахнет очень интересными, звонкими, яркими цитрусами. Это пахнет соком какого-то красного апельсина, бергамота. То есть максимально цитрусовый коктейль, который заряжает, который искрится, да, который дает прям такой правильный утренний вайп. И все хорошо. Но спустя два часа здесь вылазит настолько много белых цветов. Поэтому не все любят белые цветы. Будьте аккуратны. Здесь очень странный, не для всех будет понятный, жасмин. Он прям дамский. Он прям такой вот слегка ретровый. Он прям такой все поглощающий. Потому что композиция, дай богу, всем такую стойкость и громкость. Но это нужно просто любить. То бишь в сухом остатке в старте это действительно цитрусы. Яркие, сочные, которые прям действительно вызывают слюноотделение. Хочется петь, хочется танцевать. Хочется хорошо провести этот день. Но потом это уходит прям в такие жасминовые кущи и рощи. И отголоском какие-то вот лимонные конфетки. Либо мармеладки, я не знаю, как дольки. Дольки в сахаре. В общем, но композиция имеет место быть. Empower You могу рекомендовать. Если вот не боитесь такое, встретите за копье. Допустим, будет на рандеву. Почему нет, когда да. В общем, Родион, большое тебе спасибо. И передаю тебе пламенный привет. Еще одна новинка у меня, которая появится. Сейчас я ее поставлю себе на полку. Это работа от Российского парфюмерного клуба. Это бренд Aurora Borealis. Это авторская парфюмерия. Композиция под названием Золотая Дриада. Авторство Ольги Коротковой. Ольга Короткова это наш российский инди-крафтовый парфюмер. У нее есть собственный бренд, который называется Dom Du. Там тоже интересные такие работы. Не избитые. Мне нравится оформление, как выглядит. Но сама Ольга, во-первых, как она выглядит. Это очень дорогого стоит у нее посмотреть. Хорошая такая прям девушка. Вот. Без всяких там этих, да? А то вы сейчас там надумаетесь о что-нибудь. В общем, что такое Aurora Borealis? Это бренд, который организовал российский парфюмерный клуб. На моем канале уже было несколько обзоров. У меня в моей личной коллекции есть аромат от Андрея Чибисова, который называется Царский дуб. Это хороший, очень необычный, очень странный, очень приятный. Его действительно классно носить, эту композицию. Шипр. Нео Шипр. Давайте его так назовем. И вторая работа. Полярная ночь. Авторство Николая Еремина. Там у нас и антрактический холодный воздух, и действительно ночь, и костры, и ягоды. Все густо, все пряно, все смоленисто. В общем, для всех тех, кто любит чертошинку, темнинку в ароматах. В общем, и вот мне, собственно, российский парфюмерный клуб задарил аромат от Ольги Коротковой. Про что эта работа? Я был с ней знаком. Здесь у нас должно быть большое количество современно звучащих металлических минеральных нот с очень интересным, таким цветочным, тюльпанным штольпатоном. Вскрываем. Вскрываем. И сейчас мы это с вами посмотрим, как выглядит. Так. Кто не знает, что такое Аврора Бориалис, это, я уже сказал, да, о том, что здесь причастны наши российские авторы. В общем, наши российские авторы делали работы по брифу, и потом эти работы отправляли в зарубежные фабрики по производству концентратов. Там их немножечко доделывали, допиливали, потому что не все натуральные компоненты можно использовать в парфюмерии. Да, есть запрещенные, есть дорогие. Поэтому вот эта вот программа, механизм, кто составляет лаборанты композиции, немножечко их переделали, немножечко, да, и с учетом всех технических регламентов делали концентрат, и уже этот концентрат поставлялся нам на заводы, к нам на заводы, да, в Российскую Федерацию. Здесь же разливался, здесь же упаковывался. Поэтому это можно сказать, что фабричное производство. Никакой кустарщины здесь нет. Здесь действительно все хорошо, все чинно, благородно. Возможно, приду когда-нибудь к вам еще раз поведаю про все три работы, которые у меня есть. Золотая дриада. Ну, слушайте, ну хорошо, хорошо выглядит флакончик, хорошо выглядит оформление. Ничего здесь такого страшного крафтового, да, кто боится слова крафт, нет. Деревянная крышечка. Мне нравятся, мне нравятся эти работы. Мне нравятся люди, которые их делают. И давайте, собственно, послушаем, чем же эта, собственно, дриада и пахнет. Но да, пахнет тюльпанами, пахнет солнцем, пахнет летом, да, пахнет, возможно, действительно, какими-то волшебными рощами, где живут вот эти самые золотые дриады, чтобы это не значило, какие-то мифические существа. Действительно, очень интересный минеральный акцент, да, потом шафран, я не знаю, какие-то металлические нотки, возможно. Я знаю, что вот эта композиция, она не такая громкая, да, вот если сравнивать ее с «Полярной ночью» и с «Царским лесом», «Царский дуб» я там говорил, да, прости меня, пожалуйста, Андрей, «Царским лесом». В общем, да, ну хорошо. Для всех тех, кто ищет современное, модное, молодежное, минеральное звучание, но чтобы оно не сшибало всех вокруг и кто хочет в свою коллекцию добавить каких-нибудь странных цветов. Вот это сюда. Композиция стойкая, композиция громкая. Возможно, здесь кто-то почувствует для себя какие-то липовые аккорды, потому что здесь есть такое. Зеленца, цветы, минеральные нотки. Ну хорошо, слушайте, действительно, композиция теплая. Теплая, цветочная, минеральная, древесная. Я вот так хочу сказать. Похожу, разношу окончательно и потом приду, где с ними познакомиться. Они стоят в бутике навсегда, если что. Там есть мой тоже персональный промокод. Придете, выберете что-нибудь, если что-то понравится, на кассе скажете, «Мой я от Николая сделаю вам 10% на кассе скидочку». Вот эти ароматы еще представлены на зоне, кстати. На зоне там, по-моему, есть полный ассортимент работ. Поэтому смотрите, кто ищет, тот всегда найдет. В общем, я остался доволен. Все, моя любимая, хорошая. Все вам показал. Вот такой вот быстренький, ну естественно, как обычно, на полчаса у нас с вами. Не могу засунуть. Не могу засунуть. Сейчас я это все сделаю, терпим. Все. Сейчас все уберу, все поставлю и пойду заниматься своими делами. Все. Большое спасибо за удивленное время. Любите и берегите себя, если с чем-то знакомы. Если знакомы с какими-то ароматами, минт обязательно поделитесь. Возможно, здесь появятся те ароматы, ну в сэмпл с этим наборе, которые вам нравятся. Я поподробнее попытаюсь рассказать и высказать. Все. Ну с вами был я, Николай. Любите себя, берегите себя еще раз. Пользуйтесь классной, крутой парфюмерией. Все ссылочки, если я найду, остальные внизу в описании. Чемоки в боке. Да, просто безе. И вот это вот все. Увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока. Пока-пока.